всем привет гости моего канала подписчикам сегодня будем с вами делать кулоны из янтаря сейчас буду показывать все как это делается короче взял я такой диск шлифовочный вокруг дощечки колокольцами креплю еще так чтобы держалась вот есть у меня здесь янтарь который на бусы не не подходит из него бусы делать трещин много ничего не выберешь такие вот кусочки приходите с них делать кулоны такие будем делать кулон из них будем брать вот этот сначала хочу начать с этого камешка более менее ровный такой сейчас будем придавать ему форму все берем делаем форму уже запахло винтариум это грубая обработка камешка это можно делать конечно и фрезой тогда будет камень гореть я уже привык руками делать скорости к никакой нет когда руками точь так форму не обязательно делать делать потому что это вес на вес играет многое чем больше вес тем дороже можно продать просто делом форму что более-менее смотрелось так вот эту вещь что источиться решила область точить более некрасиво будет такой более-менее еще решила вообще убрать сделать форму типа капельки а у а а а а а Продолжение следует... 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 Собираем все неровности. Собираем все неровности. Собираем все неровности. Собираем все неровности. Самое главное делать вот эту лицевую сторону. Ровно. В принципе пойдет. Углы мы убрали. Можно еще колемочкой сделать. Будет вот по бокам пройтись. Легонно. Вот так другая сторона будет примерно выглядеть. Маленько еще потом шифонем. Так, ну вот. Грубую обработку я прошел. Сейчас будем делать другую обработку. Так, шкурка у нас КС-180. Такая вот не очень грубая. Есть у меня грубая. Но она вот работает как вот эта. Диск от шлифовочной машины. Сейчас я покажу какая она. П-80. Мярко. Мяко. Такие, сеточные такая. Структура хорошая здесь. Сам главный пыль хорошо проскакивает. Но вниз проходит через дырочки. Что не остается. Не мешает работать. Обработается. Так, ладно. Теперь берем К-180. Тоже на доску делаем. Предварительно смочив ее водой. У меня тут ведро с водой. Потому что я не дома работаю, в кемвере. Так, все смочили водой шкурку. Теперь будем выводить ближе к нулю скорее. Так же. По плоскости. Работаем. Прижимаем. Держим в одной плоскости. И желательно круговыми движением. Курка у меня водостойкая. Специально брал водостойкую. Так. Теперь убыль проходим. У меня немножко углубцы. Так. это второй этап сейчас я это обработаю пока отключусь а то время проходит долго смотреть никто не хочет длины видео так вот у меня уже получилось вывел я прошелся со всех сторон убрал грубые обработки вот тут еще осталось можно видно не видно царапинки еще вот так грубый уголок остался не заметил сейчас еще пройдусь теперь все ушло заметьте шкур шкурка даже не испортилась ничего никаких дырок ничего нет как была так и есть это водостойкая потому что так ну все теперь шкурку нулевку положим сушиться на следующий раз не выкидывать она еще пригодится нам для следующей сейчас тоже берем вот эта шкурка уже нулевка идет это уже к 1200 тоже много нам не надо портить сразу сделаю половину так одну сторону берем одну сторону также мочим так все мочили положили теперь проходим шкурка выводим 0 потом мы еще шлифаем так это уже третий этап и останется шлифовка пока откручу сейчас шлифану я тоже короче вот так я вывел нулевкой видите он еще не блестит ничего мутный такой грани все сейчас четвертый этап это полировка короче будем полировать шкурку убираем так что теперь берем мы для этого такая вот тряпочка есть она как кожа замуж такая тряпка плотная фирменная скажу кваклинк наверное так ложим на защечку так берем сейчас пасту зубная такая вот фирма фаберлик зубная паста концентрированная выдавливаем на тряпку маленько растираем теперь выводим полируем короче короче сейчас я полирую покажу как она будет выглядеть вытру четвертый этап заканчивается наш кулончик стал как стеклушка сейчас я промою водички на сухо его и вот он получился какой у нас был незрачный камешек все на этом видео заканчиваю кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался не пропускайте интересного всем пока с новым годом 4 5 Продолжение следует...